Девочки, всем привет и мальчики тоже. Слушайте, я хочу с вами поделиться сегодняшним днём. В плане того, что у меня прям сегодня мега негативный день. Я даже пришла к пиццерилу. Видите, смотрите, покажу вам. Купила картошечки, два соуса, кетчуп и сырный. В чём заключался сегодня этот негативный день? Прям весь негатив сегодня вылился на меня. Ну, во-первых, вчера со мной связалась клиентка. Спросила меня, смогу ли я посидеть с её двумя детьми в присутствии её дома. То есть она будет дома сидеть. Я буду с двумя детьми как бы с её находиться дома. Это не полный рабочий день. То есть сами понимаете, мне это неинтересно. Плюс дети у неё 9 месяцев и 2,5 года. То есть 9 месяцев я вообще с такими детьми не общалась. Я не знаю, как себя с ними вести. И, соответственно, я ей написала, что я беру детей постарше. Ну, мы распрощались. Ничего негативного не было. То есть я ей ответила конкретно и в корректной форме. Она тоже написала, что всё хорошо. Сегодня утром она пишет мне в личное сообщение, что исправьте, пожалуйста, свою анкету. Типа, да помните, что вы берёте с такого-то возраста детей. Извините, дорогая, дорогуша, вообще на каком основании я должна глицать под твою бытку, исправлять. Я тебе вчера корректно и конкретно объяснила, ты с этим согласилась. Я в объявлении вообще не указывала никакие данные. Всё это обсуждается индивидуально и не обязана перед тобой отчитываться. И ради тебя то, что ты там обиделась, да, по твоему щелчку мадам ножками там застучала, исправлять какие-то объявления. Нет, извините, до свидоса. Ну вот, это первое, что было с утра, прямо с самого. То есть она там обиделась, мнительная, мстительная, решила всю ночь выдать. Подумала, значит, ведьмочка такая, и давай мне написывать. Не знает, чем уколоть. Значит, ладно, это первое. Второе. Пошла сегодня к Лору с проблемой, то, что в ушах звенело. Прихожу к этому дядьке с такой фамилией, интересной, звучной. Гагаурия. Вообще, это не просто, знаете, он не просто Гагаурия, он фурия и вообще просто горе. Ну, на, очень такой, знаете, халатный. Опоздал на прием, раз. Второе. Стал спрашивать, какое у вас давление. Я начала ему говорить, он, нафиг мне это давление, типа, мне ничего не надо, идите отсюда к терапевту. Такое пакостное отношение, халатное. Всё, у меня, типа, проблемы нету. Ну, какой у вас, всё, идите отсюда. Вообще, знаете, у него одни отзывы негативные о нём на сайте. Но, видимо, администрацию больницы всё устраивает. Ну, и третий инцидент. Это, конечно, мне, моя клиентка двое суток, представляете, двое суток не могла ответить на сообщение. Я не знала, что делать, как бы, у меня простой в делах из-за неё. И она не знала, как сказать, что они идут на каникулы с ребёнком и заниматься не будут. В итоге она кое-как, то есть я попросила свою знакомую, подругу, чтобы она с ней побеседовала. Она с ней побеседовала, и только потом она соизволила сказать, написать, что они якобы будут отдыхать. Но до этого она молчала двое суток. Ну, неужели нельзя было просто написать и сказать, что мы заниматься не будем, сейчас лето, давайте отдыхать. Боже, вообще, знаете, почему люди здесь держат друг друга в негативе, цепляются, как скорпионы, и прячутся, как, не знаю, кто в лисьей норы, лишь бы только не сказать и улететь от ответственности. Поэтому я решила пойти в пиццерию, немножко покушать вредные еды. Скажите, а как вы справляетесь с негативом в данной ситуации? И стоит ли вообще обращать на это внимание? Поэтому напишите мне в комментариях, хотелось бы очень услышать все ваши версии. Кстати, очень картошечка вкусная. Нравится мне этот сырный соус, течек тоже прилагается. Такая прям зажаристая супер картошка. Пишите, жду ваши комментарии, хочу с вами общаться. Всем пока!